Президент США публично извинился перед президентом Украины за многомесячную задержку американской военной помощи, которая позволила России добиться успехов на поле боя. Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Париже после того, как накануне приняли участие в торжественной церемонии на пляжах Нормандии вместе с лидерами 25 стран и американскими ветеранами. Парижская часть программы началась со встречи президента Украины и министра обороны Франции. Себастьян Лекорнео и Владимир Зеленский посетили дворец инвалидов, где находится могила Наполеона. В их присутствии военный оркестр исполнил национальный гимн Украины. Сразу после украинский президент выступил перед депутатами национальной ассамблеи. В 20-минутной речи Владимир Зеленский призвал Европу и международное сообщество объединиться против России. Он провел параллель между жертвами, принесенными во время Второй мировой, и нынешней борьбой его страны. Накануне президент Франции объявил, что его страна предоставит Украине боевые самолеты «Мираж» и обучит на своей территории украинских пилотов. США, в свою очередь, направят 225 миллионов долларов в качестве военной помощи Киеву, заявили в четверг официальные лица. Во время встречи с Владимиром Зеленским Джо Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Об этом же заявил в четверг вечером в интервью государственному телеканалу президент Франции. По его словам, истребительный «Мираж» должен быть поставлен к Киеву до конца года. Конгрессу понадобилось полгода, чтобы направить Белому Думу 61 миллиард долларов военной помощи для Украины. Это здание банка, скажи мне.